В 60-е годы голубями увлекались практически все мальчишки. Сегодня это удел истинных фанатов, на полном серьезе верящих в легенду, согласно которой бесы и ведьмы могут превращаться в любые существа, кроме овцы и голубя. Голубя почтового, добавил бы от себя Михаил Медведев. Они за тысячу километров находят свое гнездо, свой дом. Летят со скоростью под 100 км в час, дождь, ветер, град, это их ничего не останавливает. Сегодня в Москве и области около 200 тысяч домашних голубей. Но вот подобные почтовые голуби, что есть у Михаила Медведева из Красноармейска, среди них встречаются редко. Среди любителей считается, что иметь таких голубей это то же самое, что и иметь породистых скакунов. Вот этого голубя мы приобрели за тысячу долларов. Голубь, который трижды занимал первые места на супер дальней дистанции, 1200 км, Москва-Кишинев. А голубь такого же класса, вот в Европе, который занял первое место из Барселоны, был в этом году продан за 300 тысяч долларов. У Михаила Медведева 30 племенных голубей, которые считаются главным генофондом России. И 70 голубей, которые участвуют в российских и международных соревнованиях. В этом году они резко подскочили в цене среди профессионалов, потому что Михаил стал чемпионом Москвы в общем зачете. Но пока хозяин быстрокрылых птиц грезит о больших деньгах, которые со временем возможно получат за своих питомцев, проходят дни и месяцы тренировок. Естественно, это большие хлопоты. Вы кто-то профессионалов? По профессии техник-конструктор. Техник-конструктор никогда не хотел удушить этих голубей? Конечно, хотел. А в итоге? Ну, в итоге... Ну что ж, не удалось. Действительно, жены увлеченных людей часто страдающая сторона. Это не понаслышке знает и Александр Карелин, председатель Федерации спортивного голубеводства Москвы, который давно опекает Михаила Медведева. Во время соревнований в прошлом году он потерял своего знаменитого голубя, за которого иностранцы были готовы выложить 10 тысяч долларов. Не знаю всю судьбу этого голубя. Не знаю. То ли хищник, то ли гореохотник, то ли вот этот ураган, который разыгрался на этой трассе. Голуби прилетали очень-очень тяжело. За 10 тысяч долларов вам жена обещала городу высипать? Да не только. Она по сей день волосы вылёгивает. Это правда. И мои друзья тоже могут подтвердить. Каждый раз в клубе меня ругают, когда встречаемся. Но, увы, спорт есть спорт. Мне самому жалко. Что хочу сказать. Я весь сердце частичку потерял. Здравствуйте. Сейчас поедем тренировать голубей. Любовь и страсть к почтовым голубям, действительно красивым и сильным птицам, движет этими людьми. А птицы, в свою очередь, поддерживают их. Дают радость и хлеб. Приносят победы, без которых азартные люди просто не могут жить. Победы ведь тоже чего-то стоят. Если брать за аксиому выражение, что голуби летают умом своих хозяев. Гладкая ты моя ягодка-молитка. Пилка едет на такси. Мы все для чего-то рождаемся на земле. У кого-то есть талант живописца, у кого-то музыканта. У меня, я думаю, есть талант голубям. Конечно, говорить так трудно. Мои друзья сказали, что выставку я могу отсудить не хуже, чем любой международный арбитр. Подготовить голубя на дистанции тоже могу. Я считаю, что голуби это то, что мне Богом на земле дам. Это моё. Субтитры создавал DimaTorzok